Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Одессе осуществляется его проверкой восьмью стационарными постами, расположенными в различных районах города Одессы. Семь из них располагаются в промышленных зонах и в зонах повышенной транспортной развязки. Один находится в стационарных постах в курортной зоне района Французского бульвара. Также один находится на территории Экологического государственного университета и также проводятся замеры муниципальной службы. Уровень загрязнения в рекреационной зоне, которая находится на Французском бульваре, составляет 4 единицы, что практически в два раза меньше среднестатистического загрязнения по всей территории Украины. Самый большой уровень загрязнения – это в транспортных таких развязках, как ярмарочная, балковская, химическая. В рекреационной зоне этот уровень намного меньше. Если сравнить в процентном состоянии, так как город Одесса имеет как рекреационные зоны, так и промышленные, процентное состояние составляет 75 на 25 процентов, соответственно. уровень загрязнения меряется и исчисляется индексом загрязнения, который является не совсем точным. И на многих коллегиях Министерства природы этот вопрос поднимался и суммировался тем, что этот показатель не является точным, так как замеры производятся другим способом, имеется в виду валовым объемом выбросов, который меряется тоннами либо килограммами. Зачитаю некоторые цифры в качестве сравнения, чтобы можно было понять. Значит, по порядку, начиная, например, с 2012 года, в 2012 году это было 13,5 тысяч тонн, в 2014 году 10,5 тысяч тонн, в 2015 году 9,7 тысяч тонн. Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в областях Украины для сравнения. Донецкая область в 2016 году это было 981 тысячи тонн, Днепропетровская 833 тысячи, ну, Черкасская 52 тысячи, и Одесская, в общем-то, на последнем месте 26 тысяч тонн. Поэтому расчеты по индексу загрязнения, они являются неточными, и та информация, которая предоставляется для средств массовой информации, она не является корректной.